Рой дронов Россия предлагает защиту от новой угрозы. Россия строит эшелонированную систему противодействия дронам. Россия предлагает строить эшелонированную зонально-объектовую систему радиоэлектронного противодействия дронам, ставшим сегодня настоящим вызовом. Она будет рассчитана на борьбу с БЛА, используемыми как в военных, так и в криминальных целях. На Международной авиационно-космической выставке «Дубай Аэшел» 2019 Рособоронэкспорт продемонстрировал российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, БЛА, то есть дронам, которые все чаще используются в незаконных целях, причем не только в военной сфере, для шпионажа, транспортировки грузов и даже террористических атак. Российские предприятия в связи с этим создают широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы. На различных носителях, в различном форм-факторе, в том числе высокомобильные средства, которые могут быть оперативно развернуты на гражданских объектах, промышленных предприятиях. Такие комплексы способны обнаруживать дроны различной размерности, идентифицировать их, перехватывать управление и эффективно выводить беспилотники из строя. Спрос на эту продукцию в мире чрезвычайно высок. В ближайшие пять лет он оценивается на уровне 2 миллиарда долларов, сообщил в ходе «Дубайэшо» 2019 глава Ростиха Сергей Чемизов. Практика, в том числе и боевой опыт российских войск в Сирии, показывает, что малая и сверхмалая была активно используется не только регулярными армиями, но также террористическими организациями и криминальными группировками. Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делают дроны одним из наиболее эффективных средств достижения преступных целей. Недавняя атака на НПЗ в Саудовской Аравии показала всю остроту проблемы и крайнюю необходимость кардинально менять подход к защите важных государственных объектов, инфраструктурных объектов ТЭК, атомной энергетики и других стратегических отраслей. Совсем недавно террористы на Ближнем Востоке показали, что игнорирование этой угрозы может привести к критическим последствиям для стратегических отраслей промышленности отдельного государства и даже повлиять на мировой финансовый рынок. Классические оборонительные средства оказались бессильными против данного вызова, что признали их разработчики. Мы уже направили партнеров на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах свои предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия. Эта система обеспечивает надежную защиту территории и объектов как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рейдронов, сообщил на генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Россия сегодня задумывается над построением эшелонированной системы борьбы с применением комплексов РЭП, противодействием малоразмерным БЛА, и ПВО, огневое поражение средних и тяжелых БЛА. Эшелонированная зональная-объектовая система радиоэлектронного противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам в зависимости от потребностей заказчика может включать в себя набор элементов, различающихся по радиусу действия, мобильности и характеристикам прикрываемых объектов или территорий. Зональное прикрытие территории обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы РЭПЛЕНТ. Комплекс обнаруживает сам БЛА и наземный пункт управления по передаваемым ими радиосигналам, распознает тип дрона и направление его движения, после чего подавляет каналы его связи, лишая управления и навигации. Уникальность этого комплекса заключается в возможности подавления всех каналов управления беспилотником. РЭПЛЕНТ – средство с высокой дальностью действия, он способен обнаруживать и подавлять БЛА на расстоянии не менее 30 километров. Комплекс способен действовать в любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер. Для прикрытия таких объектов, как аэродромы, объекта атомного или энергетического комплекса послужит мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам САПСНБИКАС. В нем применяются как пассивные, так и активные средства обнаружения. Это обеспечивает гарантированное обнаружение всех типов беспилотников, включая БЛА, минимизирующий выход в радиоэфир. Все средства обнаружения цели и воздействия на нее объединены автоматизированным рабочим местом управления и отображения информации. Комплекс может вести круговое наблюдение или сканировать заданный сектор. САПСНБИКАС способен обнаруживать БЛА средствами радиотехнической разведки на дальности не менее 20 километров и средствами активной радиолокации на дальности 10 километров. Может устанавливаться на автомобили Газель, Форд Транзит, Тигр, а также стационарно. Станция радиоэлектронного подавления средств связи и управления БЛА КуполПРО обеспечивает радиоподавление каналов управления и навигации БЛА на дальности не менее 2,7 километра. Размещается как на стационарных объектах, так и на автомобильной базе. Может применяться скрытно, например, из верхнего багажника. Работает в диапазоне температура от 40 до 60 градусов ниже 0, а также при дожде, в условиях песка и пыли. Для борьбы с БЛА предлагается и переносной комплекс «Луч». Он может быть оперативно развернут и применен для защиты различных объектов. Комплекс обнаруживает беспилотники и создает помехи, подавляющие каналы управления и навигации в заданном секторе на дальности не менее 6 километров. Аналогичные задачи решает носимый комплекс «Пещаль-Про», вес которого всего 3,5 килограмма, благодаря чему это один из самых легких из представленных сегодня на рынке образцов. Михаил Ходоренок Право на данный материал принадлежат газета. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.